Тяжелая, не могу. Андочка. Все, давай, пока-пока. Езжайте. Ты хорошая. Смотрите, ушки уже поднимаются. Ушки поднимаются у девочки. У моей красавицы. Андочка. Да, любимая дедушкина внучка теперь, да? Андочка. Все. Всем привет. Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня прекрасная, морозная, солнечная погода. И мы с Арчи вышли на прогулку. Сейчас направляемся в гости к Анде. Отсортировала корм, который Арчи как-то причинам не стал есть. Но в основном в составе там курица. Ему вроде как ее нельзя. Арчерку можно. Поэтому несем Анде корм. А еще я ей супчик сварила тоже на курином бульоне. Арчибаль-то у меня не ест на курином бульоне. Вот. А то с собачонки можно. Поэтому вот так теперь носимся с кастрюльками. Пошли, Моська. Пойдем. Анда. Анда, привет. Арчибаша. Вот видите, они друзья пока. Пока друзья. Анда. Арчибальдик. Ты хороший. Тихо, тихо, тихо. Играют. Арчи. Ну, ты уже взрослый пес. Анда, миленькая моя. Привет, моя хорошая. На. Анда, витаминки кушай. Вот такие витаминки я взяла. У меня Арчи такие ел. Хорошо они их едят. Они с добавками, получается, со вкусовыми. Прям вот не нужно ни в еду толочь. Прям так, как лакомство. По две штучки даем. Моська. Мосьечка моя. Привет. Привет, моя красотулька. Красотулька. Андочка. Да, мы с тобой обе ушастые, да? Ой, ты моя хорошая. Анда. Медвежонок нашего Арчи перешел Анде по наследству. И вообще, все его игрушки стали ее. Она играет в них с удовольствием. Игрушка, косточка и хозяйский тапочек в придачу. Полный комплект. Арчибашкин ошейник перешел по наследству. Маленькая. Ой, красавица. И миски Арчибальдова тоже пригодились на подставке. Любимый поросенок Арчибашки. Анда. 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 Хорошая, пушистая девочка. Ну что же вы такие? Стоит только присесть, вы прям сразу бежите. Андуська. Ты маленькая. Вы дружить будете? Анда и Арчи. Анда и Арчи. Арчи, не обижай Анду. Ты здорово как. Ну вот. Арчи. Вот и дружите. Смотри, какая хорошая девочка. Это не ребенок. Это ураган. Такой чумазый пес. Да, такой чумазый пес. Игрушки Арчибальда в ход пошли. А то хулиганка. Грызет все, что не по поди. Футболистка. Анда. Что, не получается, да? Доставай. Анда, с другой стороны. Молодец. Дала ей погрызть, а она, видите, футбол решила сыграть. Сама с собой. Никак мне не дает пол помыть. Ну. Хорошая ты моя. Кусачая ты моя девочка. Вы все, что ли, такие кусачие руки, потом как будто бы кошка поцарапала. На самом деле, вот у них зубки такие острые-острые, как иголочки. Смотрите. Арчи сколько здесь жил. Она такого себе не позволяла. Сколько вот это вот засранка. Хорошо, что мы уже как бы нацелились эти кресла менять. Ему уже сто лет в обед. Поэтому относимся к этому спокойно. По сути, диван мы уже заказали. Да, деду все кресла порвали. Живности. Ладно, все, давай, пойду я к Арчи, а к тебе сейчас бабушка придет. У нас сегодня смена, видите, как наоборот. Бабушка пока с внуками и с Арчибальдиком у нас дома. А я к ним пришла для того, чтобы позаниматься вот с этой каюлькой и немножко ликвидировать последствия стихийного бедствия, которое она здесь натворила. А на улице-то, смотрите, зима, пока я там с Андой играла, здесь уже все потихонечку заметает. Класс. Ну, хоть февраль. Похож на зиму. У Анды новая постелька, да? Ты моя маленькая девочка. Матрасик такой, как у Арчибальдика теперь. Анда, как на нем хорошо лежит. Умничка! Анда, хорошая собачка! Для нас в духовке печется песочно-творожный пирог с черешней. Мы сами замораживали черешню без косточки для того, чтобы печь вот такие пирожки зимой. А на плите в это время варится суп для Арчи. Как всегда, с рисом, тыквой, морковкой и говядиной. Там говядина, просто кусочки постного мяса и также говядина на косточке. И вот здесь вот готова праздничная творожная запеканка. К нам сегодня в гости придет Анда. И они разделят праздничную трапезу. В общем, здесь яйца, творог. Здесь же рис заранее отваренный. И яблочки я потерла в пюре. В общем, никакой соли, никакого сахара. Все натуральное. Собачек тоже решила побаловать. Ну, собственно, не столько собачек, сколько мы это задумали с дочкой. Больше для нее, наверное, сделала. Ну, а потом польза для животных. В любом случае, творожок я даю. Поэтому пусть это будет вот в таком вот запеченном виде. Иди скорей, Анда пришла в гости к Арчи. Андочка, иди ко мне, девочка. На, Арчи. Скорей, держи свой именинный пирог. Анда, держи, Анда. Анда. Анда, ешь скорей, моя красотка. На, скорей, кусочек пирожка. Арчибальд из мисочки ест. Арчи, милый, большой стал, полгода. Анда, ну что ж ты такая хрюшенька. Даша с Андой. Антошка с Арчибашкой. Увидел Анду и выскочил сквозь сетку. Пролез, порвал сетку и выскочил. Вот это любовь. Да, твою сетку. Дай, ну, убери Анду. И Анда, ты перезвелись. Они просто ездили. Ну, чего? Ребят, а как же это? Он завтра убежит. Ребят. Ну, Анда уже, он не увидит, поэтому не убежит. Бежит тут. Он плачет. Ты что? Это не шутка. Песе у моему уже 6 месяцев, поэтому потихонечку мы начинаем вводить на постоянной основе его рацион сухой корм. Видите, уже у него мешок пустой от Карни Лав. Один прием пищи уже полностью у него заменен сухим кормом. В принципе, ему нравится. Арчи, не рви пустой мешок. Поэтому только что курьер привез большую упаковку. Я заказала. Вот Карни Лав с волком. На основе индейки, по-моему. И что-то там рыбное. В общем, вот так. 12 килограмм здесь. Беззерновой корм, без добавления картофеля. Вот. Хороший. Вот здесь в уголке у меня стоит большой мешок Nature's Protection, Nature's Protection. Как правильно прочитать? Здесь 18 килограмм. Уже открытая упаковка. Я сначала брала маленький на пробу. Вот сейчас, видите, большой мешок. Но мы отсыпаем Анде. Анда ест этот курок. И взяла по упаковке витаминов с глюкозамином и хондроитином для наших пёсиков. Для Анды и для Арчи. Мы уже с Арчи попробовали. Хорошие. Такие вот. По внешнему виду. Они выглядят вот таким вот образом. Прям как лакомство съедает. Не нужно никуда ни в пищу добавлять. Ничего. То есть что-то привлекает. Какая-то добавка, видимо, в составе. Вот. И с удовольствием пёс ест. Вот так стоит и наблюдает. Что это я там рассказываю? Рядом с его кормом. Смотри, что тебе привезли. Витаминки. Любишь такие? Сейчас достану. Сейчас. Вот они, видите? Мы сегодня ещё не ели. У нас прям закончились. Да. Новенький. Вкусно? Вкусно, мой пёсик. Ты мой собачонок. Мальчик. Мальчишечка. Ты мой пёс. Да, ещё хочется. Не надо, не надо. Уже порвал. Второй пакет нервии. Видите? Как ему нравится, что даже прям уже всё. Разорвал. В клочья. Барбосик. Арчи сейчас решил поесть. Есть он вот такой вот корм. Влажный корм. Тоже этой же марки, что Анди. Купили. Сухой. Хорошо ест. Прям нравится. Это получается у нас с говядиной, с телятиной. И также я покупаю в синих баночках ему с ягнёнком. Ест удовольствие. Арчи, тебе вкусно? Ну, надо думать. Нравится. Вот они, эти банки, кстати. Я так хорошо ими запаслась. Вот она, голубая баночка. И красненькая. Давай причешу. Мы сейчас с Арчи сняли ошейник. На ночь. Для того, чтобы немножко шейка отдохнула. Давай, сейчас я его причешу. Моего красавца. Вот так. Чтобы ничего здесь не сваливалось. Чтобы шерсть была хорошая. Так что отдых от ошейника у нас тоже есть. Для тех, кто переживал, не переживайте. Лосёчек. Вот так пелёнка до сих пор лежит. И в большинстве случаев она у нас чистая. Может лежать неделю, две может лежать. Вот. На всякий случай. А так Арчи уже мальчик взрослый. Он уже терпит. И все свои дела делает исключительно на улице. Картонка тоже у нас здесь больше для проформы висит на двери. Молодец. Попыток поцарапать дверь он не предпринимает. Но опять же, пока оставляем, мало ли что. Пока дверь выглядит наполовину не очень презентабельно. Но, по крайней мере, так спокойней нам. Потому что зубы у нас. Ух, какие зубы. Когти тоже у нас. Да, Арчи? Давай. Сгрызёшь сейчас свою расческу. Расческу. К обеду варю суп из красной рыбы. Это у меня форель. Сейчас вот еще прям буквально несколько минут поварю. Я сейчас рыбы, кусочки добавляю в самом конце, когда уже сварилась картошка. Для того, чтобы ее не переваривать. Сейчас прям буквально пару минут. Добавляю зелень. Солю. И все это выключаю. И Арчи тоже перепадет. Немного рыбного супа. Ну вот, собственно, теперь можно все это выключать. Пусть настаивается. Суп готов. А у Арчика, получается, я шкурки с остатками рыбки. Рыбка на косточке. Все это я поварила в водичке. Получился такой наваристый бульон. Отобрала кости, выкинула. И вот здесь вот просто кусочки рыбы. И рыба на шкурке. Ну что, ты уже чувствуешь, да? Давай. Ешь. Твоя любимая рыбка. Вкусно? Арчи. Ты мой хороший. Он, когда ест, я всегда стараюсь его гладить. Чтобы он знал, что это нормально. Вот хочу гладить, когда он ест его. И глажу. Чтобы потом дальше не огрызался, не окусывался. В общем, я его к этому приучаю. Днем он ходит в ошейнике. Как всегда. Мы его не привязываем. Ничего. Но если нужно его поймать, то это вот единственное, за что его можно поймать и удержать. Потому что уже такой лось. Сами видите, да? Давай, Арчи. Сейчас ты поешь. И дальше мы с Антоном идем кормить Анду. Сегодня на нашем попечении. Она пока у себя дома. Но поскольку бабушка с дедушкой уехали, нужно ее обязательно проведать. И не раз. Арчи, что тут? К нам приезжал курьер из Озона. Как мы его с детьми называем. Дядя Озон. И привез нам еще некоторые посылки. Видите? Перевернутый вверх тормашками стоит корм. Пури на проплан. Это я взяла для наших кошек. Ты выходишь, да? Видите, у нас самостоятельный ребенок. Захотел выйти, взял и вышел. Иди, баба, иди. И вот здесь в коробках я также жидкий корм взяла на пробу. В общем, вот этот мешок, вот этот мешок. Сегодня дедушка наш приедет, все это загрузит и увезет животным, которые живут с ним. Сейчас покажу, что у меня в этих коробках. Совсем не экономит Озон упаковочную тару. Смотрите, вот в этой коробке у нас капли в нос. А вот здесь аквалор. В общем, под каждую позицию отдельная коробка. Больше мусора. В этой коробке такая сборная солянка. Здесь у меня много всего финикового. Что-то, знаете, захотелось мне продукции из фиников. Я здесь заказала и всевозможные конфетки. Вот финики с грецким орехом и просто какие-то там в шоколаде. Финики с косточкой, без косточки, сироп из фиников. Природный сахарозаменитель. Распаковать, показать, наверное, стоит. Сейчас я это и сделаю. И вот здесь у меня корм для плюши. Опять же, вот эта же самая марка, которую я сейчас покупаю для Арчи и для Анды. Я взяла на пробу нашей Кошенцы. Побаловать ее нужно. Также я взяла этой же марки сухой корм полтора килограмма. Что-то он открытый, что ли, сыпется-то, я не поняла. Вот, представляете? Такая вот дырочка. Ну, все, претензий не предъявишь, потому что заказ получил. Надо либо при курьере проверять все и делать возврат сразу. Ну, я думаю, ничего страшного. Прям открыла пакет, кормом пахнет. И довольно-таки неплохо пахнет. В общем, для кошечек с чувствительным пищеварением. И жидкий корм тоже кошкам взяла. Монж, потому что они сейчас доедают. Сухой корм у них большой пакет. Ну, и вот в дополнение к ним вот такой. Ну, и поскольку я взяла попробовать пурину, потому что что-то как-то, вы знаете, плюшка нормально ест. Монж сухой. Ну, вот нормально. А мои уличные кошки как-то к нему особо не подходят. Им вот если намешаешь его жидким, то они есть будут. Поэтому решила я все-таки отзывы почитала. Вот это вот перевернутое верх ногами Пурина Проплан. Пишут, что для привередливых кошек. В общем, попробуем. Может быть, наши привередливые попробуют и поедят. И вот тоже к ним Проплан. В общем, как-то вот так. Хочется об их пищеварении позаботиться. А набрала я все это, потому что на Озон была хорошая акция. Вообще по акциям очень удобно покупать. Сэкономить можно немало. Убрала я всю оберточную, упаковочную пленку для того, чтобы показать вам. Вот смотрите, я не знаю, как это называется. Наверное, крыша поехала на финиках. Но, в общем-то, не знаю. Хочется мне фиников сейчас. Сироп вот такой взяла. Где-то у меня еще один. Да, хочу попробовать. Мне кажется, из фиников сироп должно быть очень вкусно. Финики без косточки. У меня здесь несколько упаковок. Вот здесь еще другого производителя. Хочу сравнить. Вы знаете, я тут попробовала торт натуральный, без сахара. И в основе коржа были финики. Вот хочу попробовать приготовить дома нечто подобное. Должно получиться здорово. Теперь смотрите, финики с грецким орехом. Выглядит все это красиво. Ну и в качестве лакомства здесь ничего вредного нет. Все только полезное натурально. Точно такие же финики, начиненные кешью. Это конфетки. Умные конфеты из фиников с киви. И также у меня конфеты с апельсином в шоколадной глазури. Живой продукт. Вы знаете, столько здесь всего полезного. И вот вообще непонятно, почему здесь используется эквивалент какао-масла. Заменитель. Но положили бы какао-масло. Не такое уж оно и дорогое. И был бы вообще классный, классный просто продукт. И вкусный, и полезный. Мне вот этого непонятно. Слишком много пальмового масла. А маргарина в нашей жизни вот так нам подсовывают. Во всевозможные выпечки. В шоколаде. Так что не хочется лишний раз себя травить. Но взяла попробовать. Посмотрим, что у меня здесь. Это арахисовая паста с добавлением фиников. В этот раз я взяла упаковку килограмм фиников королевских. Очень-очень вкусные. В прошлый раз брала половину порции. 500 грамм. Понравилось. Это кокос финик. Натуральная паста. Карамель. Без глютена, без сахара. Ну и я думаю, что если в составе есть финики, ну куда же еще сахар-то? В общем, да. Видите? И натуральная финиковая паста. Буду пробовать. Арчи, покажись. Игрушка, поросеночек наш в пасте. Маленький ребенок еще, да? Арчи, Арчи. Не прячься за столбом. Арчи Бальдик. Ты чего? Он так незаметно подкрался. Я собралась идти вот пакет у меня здесь с едой кормить Анду. У меня тут творожок, кефирчик. Антон, вот он. Закрывай дверь-то. Вот. Пойдем. Арчи сейчас мы с собой брать не будем, потому что сейчас они там будут все мокрые. Сейчас он ее начнет в снегу валять. Вот. Антоха, пошли. Анда там одна скучает. А Арчи здесь и так гуляет. Смотрите, что делает хулиган. Мы вышли. А он теперь пытается разобрать вот эту конструкцию. Он уже один раз разорвал сетку. Помните, с Андой выскочил, когда мы ушли. Вот так. Нельзя, Арчи. Мы сейчас придем. И вышел наш папа латать забор. В общем, нужно будет что-то делать весной. С трудом мы справляемся. Видите, рвет он сетку и хочет выйти. Ох ты, привет, Андочка. Я даже не буду заглядывать внутрь и не буду показывать вам безобразие, какое там творится. Все там. Раскидана, разорвана. Да, описана. Покусана, погрызена. Хулиганка, одним словом. Антон, гулять с Андой, а я пошла убираться. У нас уже, видите, сегодня все тает. Так вот, чуть-чуть с краешку покажу, что Анда сделала с креслом, любимым креслом Арчибальда. Вот так, видите, до поролона разодрала. Арчибальд себе такого не позволяла. Иди, мой крокодилистый крокодил. Иди, мой крокодилистый крокодил. Подставку, на которой ел Арчибальд, он прям ей сдал ее аккуратную такую, нигде ничего не ободранную. И эта же козюлька сгрызла ее всю, все края ободрала. Потом только выбросить. Подстелили пеленку такую впитывающую не просто так. Потому что ест она как хрюшка, а пьет она вообще. Я не знаю, если вы увидите, это прям что-то. Ну вот. Ест она примерно вот так. А пьет она прям заныривает туда. Разбрызгивает воду в метре от миски. А еще она норовит ее перевернуть. Чавкает с таким удовольствием. Вот хорошо, что я решила сначала ее покормить, а потом помыть полы, а не наоборот. Да, Анда? Анда? Анда. Я, кстати, тут ее еще разочек помыла. Опять шампунь от Блошек. Да, добавила. Самый ароматный кондиционер, какой только можно было найти. И вроде бы как избавились мы от этого запаха скотного двора. Ну да, ну больно. Вообще моя рука это не мясо, Анда. Нет. Это просто моя рука. Сейчас ты меня все испачкаешь, да? Да, да, давай. Все мне порвем. Конечно, конечно. Так же со мной поступи, как с этим креслом. Анда. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. Барбосик мой. Красотулька. Покажись, какая ты хорошая девочка. Какая ты красивая девочка. Анда. Оставь ушко. Что это она у тебя завалилась-то на бочок? Ты моя хорошая. Девчоночка. Анночка. Лапа у тебя какие красивые, мощные. Сама ты красивая. Такая хорошая. Ушки уже полностью стоят, видите? Одни решетки, заборчики. Никак я тебя не поймаю. Моська ты моя. Ну вот, с чувством выполненного долга мы отправляемся к себе домой. Решила попрощаться с вами пока еще на улице Светло. Кстати, день прибавился, когда заметили. Мы заметили, прям это радует. Действительно, глядя вот на эту дорогу, по которой сейчас оттекут ручьи, весна прям ощущается. На самом деле чувствуется, что скоро весна. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Обязательно еще увидимся.